Всем привет, с вами Йорн, и сегодня, дорогие друзья, немножко поиграем на моем основном аккаунте и поделюсь некоторыми мыслями и информацией по игре, которая происходит на моем аккаунте и в целом по ФК-арене. Для начала скажу, что был анонс опять новой обновы, добавить два новых героя, второго я не помню как называется, но один герой из фракции Носители Света, это Лучница. Информацию о ней я уже добавил в сообщество, небольшую фоточку и описание, но в общем скоро также в сообществе появится полная информация о обновлении. Обновление выйдет завтра, естественно я сделаю обзор на тестовом сервере на эту обнову и все вам расскажу гораздо раньше, поэтому под этим видео ставьте лайки и ждите следующего видео. Ну и также подписывайтесь на мой канал. Помимо этой обновы на моем основном аккаунте были большие изменения. Наконец-то я прокачал основную пятерку до 240-го и я даже не представляю сколько я потратил времени на прокачку с 200-го на 240-й, но точно знаю, что это 350 тысяч эссенции героя. Это очень долго и когда я их собирал, естественно у меня постоянно на нуле были кристаллы и золото. Я постепенно это все покупал, покупал и в итоге прокачал. И давайте зайдем в Рентхан в резонирующий кристалл. Что же здесь дальше происходит? Так как у меня 8 возвышенных героев и каждый возвышенный герой позволяет вам качать резонирующий кристалл на 5 уровней, 5 на 8 это 40. И получается от 240-го до 280-го я могу прокачать всех героев, которые находятся вот здесь вот в этой, ну я не знаю, шкале или как вот внизу, когда мы заполняем вот эти плюсики. Ну бог с ним, вроде как все качается постепенно, я думал, что не так опять будет много надо этой эссенции героя, но вы видите, что сначала заполняется вот эта шкала, вы ее качаете за счет простой энергии и также за счет золота. Как только вы заполняете эту шкалу, соответственно апается уровень и на каждый уровень повышается количество эссенции героя. В общем, везде она нужна и поэтому я еще раз вас призываю с самого начала игры, не распыляйте кристаллы попросту налево-направо, а покупайте по возможности эссенцию героя. Она реально очень нужна. И даже те же самые донатеры, которые дофига вкладывают бабла в игру, они постоянно ее покупают отовсюду где могут. У них тоже с ней проблема. В общем, дальше резонирующий кристалл качается и в итоге скоро, естественно, он будет поднят у меня до 290 за счет двух героев, которых я также, как я уже сказал, прокачаю. Это замечательная Изабелла и Хасас. Мне там не хватает по одному элитному герою и по одному кормовому герою на лек плюс. В общем, как только они ставят миф плюс, я их сразу сделаю возвышенными. Ну и в процессе надо как-то качать тази. И я вот не понимаю разработчиков, почему бы им не поднять шанс призыва героев. Потому что каждый раз, когда я призываю дикарей, мне вообще не падает тази. И если даже вкладку вот открыть дикарей, падают все, но кроме того герой, который мне нужен. Хотя вот в доске желаний у меня стоит там тази постоянно. В общем, непонятно, когда я ее соберу до возвышения, но надеюсь, это будет очень быстро. Помимо этого, я хотел также затронуть тему задания за прохождение мистического лабиринта. Я тут все проходил, проходил, проходил. И в итоге смотрю, а сегодня я прошел 99-й раз. Да, то есть завтра будет 100-й и потом, ну по описанию предыдущего обновления, а не в патче 1.2301, дальше заданий на прохождение не будет. Поэтому я хотел бы всю свою аудиторию призвать зайти вот так вот в портрет героя, зайти в поддержку и напишите вот здесь, пожалуйста, сообщение разработчикам с просьбой, чтобы они рассмотрели вариант добавки вот этих вот заданий за прохождение мистического лабиринта. Я получу как раз вот эти 45к монет и куплю за них, естественно, кого? Хасаса, потому что мне не хватает одной элитной копии, чтобы потом с миф плюс прокачать Хасаса. А в дальнейшем, конечно же, я буду покупать, наверное, скорее всего, нашего замечательного Сейруса, потому что Сейрус на более высоких уровнях хорошо себя проявляет, а Истрильду я, наверное, качать не буду, потому что, ну, я не представляю, куда она зайдет в мою пачку. У меня есть уже Торрен на подходе, также Люций, и Истрильда, в принципе, мне не нужна. Но потом в дальнейшем, если добавить сюда каких-то новых героев, я, наверное, их рассмотрю. Но после Хасаса, как бы, ну, наверное, буду точно 100% собирать Сейруса, потому что Скрэк, ну, вообще мне не нравится, серьезно. Вот, поэтому такая ситуация. Завтра, как только Лабиринт откатится, на видео я пройду 100 раз. Ну, заодно посмотрим. Может быть, дальше по аналогии задание будет идти, и я лишний раз просто поднимаю панику. Но, пожалуйста, зайдите, напишите сообщение такого характера, что, дорогие разработчики, пожалуйста, добавьте еще задание за прохождение Мистического Лабиринта после 100 прохождений. Надеюсь, они нас услышат и добавят. Будет плюсом, точно. Вот, в принципе, на этом, наверное, все, дорогие друзья. Всеми новостями, которыми хотел я с вами поделиться, я поделился. Но напоследок давайте просто покажу, как у меня прокачаны герои на 247 уровне. В принципе, я считаю, неплохо по характеристикам. Лям 200 уже здоровье. Это, конечно, не 3 ляма, как у хай-левелов, там, на 300 уровне. Но, в принципе, данный герой хорошо тащит, и я уже прошел практически 23 главу. И скоро, как только я ее пройду, выпущу полное видео по прохождению. Надеюсь, эта информация вам поможет, потому что те расстановки, которые я ставлю героев, вы можете как-то их адаптировать под свои и пытаться проходить. Вот так вот Немора одета. Ну, вообще, топовый шмот у меня все-таки на тазе, на дикарей, там фулл сет. Белинда не одета, давайте просто ее приоденем, потому что я ее часто не использую. Брутус. Также оденем на него клинок, и атаки уже 74 тысячи. Это неплохо, и здоровье под лям. Но защиты, мне кажется, маловато. Лика. Грэжу. Райно. Нумису. Изабелла. И Хасас. Ну и давайте покажу вам тази, потому что тази... Ну, это тази. На ней топовый шмот, и я хочу, чтобы она жила дольше, и, соответственно, за счет зова она набирает энергию и закидывает контроль. И вообще, моя топовая пачка это Брутус, Шемира, Тази, Лика, Немора. Многие постоянно меня хаят за то, что якобы я играю через стандартные расстановки, но тогда, когда я начинал с релиза игры, многие играли по стандартной мете. Это сейчас я подкачиваю других героев и делаю тесты в мистическом лабиринте. А завтра, когда мы будем проходить сотый раз мистический лабиринт, вы увидите, как я там извращаюсь. Я постоянно беру и из лавок найма. То всех танков возьму, протестирую их, то магов. Чего я там только не устраиваю. Ну, в общем, герои позволяют, мощь позволяют, и мистический лабиринт я закрываю всегда без проблем. Ну, а на этом, дорогие друзья, все. Спасибо, что меня смотрите. Ставьте обязательно лайк. Обнову завтра разберем. И всем пока-пока. Хорошего рендома. Увидимся в следующем видео.